Друзья, доброго времени суток вам всем! Ну тут наш незабвенный, долгожданный, обожаемый всеми Герпес Адольфович пообщаться решил за нашего клиента, сотрудником Восточного Экспресс Банка. Хочу от себя заметить, как только Восточный Экспресс Банк, так обязательно какой-нибудь прикольный ролик. Там они как на подбор все какие-то, ну уж мягко скажем, тупоголовые, безмозглые. Вот прям вот ведутся на любой, извините, поролон. Вот как те корюшки дурные на самодур ловятся, так и эти. Просто откровенный развод, они это все хряпают, как вот вкуснятину какую-то. Верят этому всему. Ну давайте вместе посмеемся, послушаем. Айдар Илдарович, департамент взыскания. Меня зовут Анастасия Вячеславовна. Айдар Илдарович, кем вам приходится? Это я, я вас внимательно слушаю. Вы Айдар Илдарович? А почему у вас такие сомнения в голосе и интонации? Не, просто я до этого сказала здравствуйте, Рустам Альдусович, вы мне говорите здравствуйте. Я не слышал, что вы там что-то говорили, и вообще там связь не очень хорошая была. А что вас беспокоит? Ну вы находитесь на задолженности в нашем банке уже 36 дней. Почему оплата не производится? Вы знаете, трудная финансовая ситуация, так сейчас по-моему называется. А что называется? Ну ситуация вот эта, трудная финансовая. А какая ситуация у вас? А какая ситуация? Трудная финансовая. Ну то есть у меня на данном отрезке времени недостаточно средств для погашения своих обязательств. Вы работаете сейчас? Вот это в коин-зи-ити, как говорится. Нет, к сожалению, не работаю. Ну у вас на сегодняшний момент сумма задолженности 2600 рублей, понимаете? Вам необходимо произвести оплату до завтра. Вы только не оформили эту парту. Я сегодня стоял в продуктовом магазине и выбирал хлебушек подешевле, понимаете? А вы говорите 2700 рублей. Если бы мне было 2700 рублей... У меня сейчас, подождите, я буду перед вами абсолютно откровенен, я сейчас одну секундочку, кошелечек достану свой. У меня сейчас в кошельке из мелочи 27 рублей и 20 копеек, и есть еще 50 рублей одной купюрой. У меня больше нет, и не предвидится в ближайшее время, я даже не знаю как... Каким образом вы зарабатываете сейчас на жизнь? Сейчас абсолютно никаким. Ну я творческая личность, у меня в принципе, знаете, я питаюсь эмоциями, я могу пойти, вот верите, нет, могу пойти на возвышенность, посидеть, и у меня чувство голода пропадает, помедитировать. Ну где это, значит, вам помогает? Ну зачем, к чему это все вот выговорится? Я так понимаю, вы не намерены решать в ближайшее время проблемы с оплатой 2600 рублей, и все время необходимо оплатить до завтра? У меня дело в том, что вся жизнь моя посвящена решениям тех либо иных проблем, в том числе, ну и конечно же, кармических. У меня, видимо, я в прошлой жизни, ну уж извините меня, плохо себя вел, что ли, раз у меня так вся жизнь, вся жизнь вот так в раскоряку, ничего не могу поделать, и так делаю, и веру поменял, одну, вторую, третью, и буддистом был, и мы что ли, ой господи, и сейчас вот христианство, потом опять в буддизм вернулся. Ну буддизм, он сам по себе проще, понимаете, медитировать можно, можно, скажем так... Ну ни к чему сейчас эти разговоры, ближе к делу. Где вы будете искать денежные средства, документы, собирать до передачи коллекторам? О, ну вы знаете, как буду, я не знаю, как их ищут, я все время прошу у высших сил, иногда бывает, помогает. Ну а что, брат вам не хочет помочь? Мой брат, ой, ну я не знаю, справедливо ли брату такие выражения делать, говорить, сколько можно тебе помогать, а то, что я тонкая натура, он, Эдик, ну я его так называю, Эдик, он почему-то не учитывает. То есть 1600 рублей вы не сможете оплатить? Ой, ну, я не знаю, понимаете, если они у меня появятся в тот момент, вот, и я не буду сильное чувство голода испытывать, я обещаю вам, я заберусь на возвышенное комиссию. У вас 50 рублей уже есть. 50 рублей, я согласен, я могу даже еще завтра не питаться. Вот там, знаете, могу лук зеленый купить, пощипать, как козлик. Ну, тут, собственно говоря, понимаете, вот, деньги появляются, я всегда стараюсь... Ну зачем деньги тратите, вы что, не слышали, буддисты, они ходят у людей, просят еду, люди им отдают... Так, я так и делаю, понимаете, я прошу... ...своих грехов, что зачем вообще клип себе покупают? Я в этой жизни, я в этой жизни больше упаси, не грешил, я наоборот в этой жизни правильный образ жизни иду. Хотите, если хотите, нет, у меня ни одной женщины еще не было. Не было ни одной женщины. Ну, вы знаете, вот, вы можете мне вот, говорить вот эту ерунду, можно так сказать, но мне это неинтересно. Ну, конечно, ерунда. Мне интересно ваше закраться от долга, вы можете передо мной уйти... Ну, конечно, у вас сексуальная жизнь, видимо, в пояске, бьет ключом, поэтому вам так легко говорить. А я вот, не дай бог, у меня... Мне неинтересно про вашу сексуальную жизнь или еще какую-то жизнь. Мне важно, чтобы вы нашли деньги, но не хочется его искать, мы, значит, будем требовать вас потом принудительным способом. А я, знаете, как это я поступаю, у меня появляются иногда деньги, и, ну, бывает, я что-нибудь найду аккумулятор какой-нибудь, пойду его сдам, мне рублей 500, я сразу не трачу. Я на возвышенность и помедитирую. А, оп, и кушать не хочется, и я 500 рублей держу, пока не захочу кушать. И в следующий раз, если я найду аккумулятор, может быть, радиатор найду, я его сдам. Ну, оно ничего не сделается. То есть, я правильно понимаю, фиксирует ваш отказ от погашения? Ой, вы сейчас такие... Вы сейчас почти не говорили, а пели, знаете, такой у вас прям тэн-тэнер такой, или фальсет, я не услышал. Ладно, я вас поняла. Я фиксирую ваш отказ от погашения своей задолженности. У вас дополнительно... Я не отказываюсь, я не отказываюсь, душа моя. Отказывается. Значит, опять... Это вы сами придумали. Я ни одного слова не сказал. Я отказываюсь. Я сказал, появятся денежки, пойду помедить ее. Если кушать, кучу, что голода не пропадет, тогда я, конечно же, пойду и что-нибудь отнесу в этот ваш восточный экспресс. Тем более, он восточный, понимаете, он с моей вирусой читается. Восточная вирус. Понятно, все. До свидания. До свидания. Ничего не понял, зачем звонили. На самом деле, вообще редко, когда можно понять, зачем они звонят и на что надеяться, если уже сразу, в самом начале разговора понимают, что человека взять нечего, либо человек не намерен им платить. Нет, все равно начинают, продолжают и пытаются закончить, чтобы, как говорится, победителем выйти. Но тут, друзья мои, я сейчас обращаюсь к самим взыскателям. Победителем выйти, это вот не тот случай в вашем понимании. Он совершенно искажен. Не так выходят победителями. Гораздо достойнее можно выглядеть, признав поражение в некоторых случаях. Ладно, я, значит, не буду долго, много времени тратить на этих наших господ коллекторов-взыскателей. Я обращусь к людям, кто недавно на нашем канале. И скажу, да, друзья, действительно, вот наш канал, если вы сейчас подпишетесь на него, послушаете с десяток роликов, в частности, вот плейлист про Герпеса Адольфовича, вы поймете, что здесь достаточно веселый формат. И есть, кроме веселого, и достаточно серьезные ролики. И жесткие, и с грубостью, и корректные. И все лишь только для того, чтобы как можно проще до вас донести суть происходящей с вами ситуации. Многие из вас думают, что вот с такой вещью шутить нельзя, как долги, как банки. А я, в противоположность вашим идеям, вашим жизнеутверждающим каким-то навыкам, заявляю, можно, нужно, необходимо. И только это, в первую очередь, освободит вас от моральной нагрузки. Да, подпишитесь на наш канал и успокойтесь, послушайте. И, конечно же, решайте все свои вот эти вот вопросы в документальном формате. То есть, просто сидеть и, как говорится, слушать и ждать с моря погоды неправильно. Может надуть и шторм. Но если вы начнете своевременно, грамотно, правильно защищаться, пускай не сами, пускай с помощью специалистов компании Алям, то с большой долей вероятности с вас ничего взыскивать не будут. Почему, спросите вы? Да, можно создать условия, когда банку будет невыгодно предъявлять вам претензии. Вот эти самые условия создают ситуацию, когда банк сам отказывается от претензий и списывает вам долги. Я подчеркну, не мы списываем долги, а банк. Как мы это делаем? Что, в первую очередь, будет для вас полезно? Вы можете узнать, посмотрев мои видеообращения. Обращение Кузнецова Дмитрия, руководителя компании Алям, к подписчикам, клиентам, гостям этого канала. Там в формате отдельных роликов уже создан целый плейлист, где я отвечаю на вопросы, которые мне часто очень задают наши клиенты, опять же, просто слушатели канала. Полноценное, так знаете, развернуто на многие-многие вопросы, которые возникают. Посмотрите эти ролики, этот плейлист, изучите, если вам это интересно. Ссылочка на плейлист, кликабельная подсказка в правом верхнем углу сейчас выходит. Действительно, полезное время проведете. Вот эта подсказочка. Ну и, конечно же, если вы реально устали, вам надоело, либо у вас уже сил никаких нет, и вы решили, что выхода никогда не будет, я вас успокою, удивлю, обескуражу. Выход есть. Вопрос этот решить можно. Поверьте, как это сделали многие, многие уже наши клиенты. У нас не одна сотня клиентов в компании Алям обслуживается. Дело в том, что мы один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. И мы работаем со всеми уголками нашей необъятной страны, где бы вы ни находились, на Сахалине, в Калининграде, там, где-нибудь на Урале, в большом городе, в маленьком поселке. Все, что вам нужно, нужно, чтобы у вас был интернет и больше ничего. И вы сможете легко знать нашим клиентам и получить тот результат, который получили уже многие. А именно, мы создадим для вас условия, когда банку будет выгодно отказаться от претензий. Банку, микрофинансовая организация, онлайн займом каким-нибудь не имеет значения. Если у вас есть какие-то документы, подтверждающие ваши долговые обязательства, то мы совершенно спокойно можем взяться за ваше дело и вывести вас в формат нормального, спокойного, законопослушного. А я повторю, мы эксплуатируем строго законные методы гражданина. Перейдите на наш сайт. Ссылка на сайте в описании этого, либо любого другого ролика есть. Также, для вашего удобства, в правом верхнем углу сейчас выходит кликабельная подсказка. Вот она. На сайте, сейчас внимание, есть видео, как устроена работа кредитных юристов компании Алям. Прежде чем оставлять заявочку в форме на сайте, посмотрите это видео. Это обязательное условие. Во-первых, вы найдете множество ответов на свои вопросы. Во-вторых, вам станет легче, понятнее, спокойнее из-за того, что вы посмотрите видео. И когда вам перезвонят наши специалисты, мы с вами будем уже, как говорят наши друзья-коллекторы, конструктивно общаться. Ну, в хорошем смысле этого слова. В настоящем смысле. Конструктивно – это когда человек не задает тех вопросов, на которые он мог услышать, допустим, ответ, посмотрев это видео. И мы, естественно, если вы что-то недопоняли, ответим на все вопросы, которые у вас возникнут. В любом случае, вы будете понимать, самое главное, что мы для вас можем сделать, в каком формате мы будем работать, сколько это будет стоить, сколько времени займет, какой результат вы получите, что нужно для того, чтобы этот результат получить. Потому что сами по себе мы без наших клиентов мало что можем сделать. А вот если мы работаем, скажем так, вкупе с клиентами, в связке с клиентом, то получаются очень хорошие результаты. И вы должны понимать, что это дело непростое. Вы вступаете действительно на такой ответственный путь. Ну, ничего страшного в этом нет, просто ко всему нужно подходить ответственно. Итак, внимание, еще раз посмотрите видео на нашем сайте. И после этого оставляйте заявку. Наши специалисты с вами свяжутся с телефона, который указан на самом сайте. В правом верхнем углу вот эти цифры забейте в себе в контакты и ждите звонка нашего специалиста. Давайте еще раз для вашего удобства сейчас посмотрим в правый верхний угол трансляции. Там выйдет сейчас кликабельная подсказочка. Вот она. Нажимайте, переходите на наш сайт, смотрите видео, оставляйте заявку. Если вам нужна действительно грамотная, квалифицированная помощь юристов, и вы устали сидеть вот в этом непонимании, в незнании и в страхе. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк, репост в соцсетях, друзья. Это обязательно, чтобы как можно больше количества людей узнали всю правду. Ссылочка на группу ВКонтакте у нас есть. Группа растет хорошими темпами, потому что там все наши ролики дублируются. Она тоже очень интересная, эта группа. И, конечно, там помимо этого все дополнительная информация очень много интересной. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. До новых встреч. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.